вот так вот хозяйка сразу раз полы чтоб вообще четко было заходи дожди а вы блогеры не знаю я очень думаю ну то что поесть а может рассказать покупки историю любви вообще мы когда решили что все нам нужно в дом мы ехали туда из крыма выезжали из крыма с прицепом самый большой из одноосных прицепов 7 с чем-то метров был с дышным правда еще машина такая сцепка нормальная вот машина у нас была l200 нагруженная так что мама не горю у нас там все было у нас там были газовые баллоны по 50 литров там четыре велосипеда раскладушки там генератора и в общем по пути из крыма мы решили что нам нужен срочный автодом потому что в машине с детьми и с двумя собаками тяжело это неудобно дети начинают ныть там место где-то останавливаешься приходится приходить из машины в прицеп там если переночевать что-то и вот хотелось вот это вот всего избежать и естественно вариант только автодом мы значит пока ехали я выставил прицеп на продажу в краснодаре у меня уже готовы были его забрать за не дядь как я сам в москве но у меня дом в краснодаре давайте вот вы там задержитесь на денечке я прилечу я прям билет на самолет покупая причем вас его забираю оставляю там то что я выгод потом в анапу погоню знаешь дорогому нет потому что вот пол квартиры в прицепе вот у вас небольшой прицепчик да но вы знаете что такое вытащить из него все это долго и куда это все девать транспортной компании в москву отправлять на это не вариант абсолютно вот я говорю нет давай давай мы приедем в москву я говорю ты ну приедешь потом посмотришь может быть нравится да там тоже там были косяки по нему я их сразу озвучивал что там и как смысл не было вот стала смотреть был автодомались краснодара позвонила там одному я бы вот так и так я через три дня буду мыслить через четыре должны мам воронеже живет этому к маме заеду через четыре дня буду в москве до приезжайте смотрите извините извините но забрали я звоню другой 3 4 4 авто дома вот так вот ушло за четыре дня просто из-под носа я понимаю что на рынке остался только хлам и я так это хочу делать прицеп забирают тоже забрали и я без автодома без прицепа без ничего я уже стала рассматривать варианты просто новый прицеп купить вот прям новый с нуля стала рассматривать варианты переделать кастин вагин самой сделать потому что все что было на бу рынке это был просто вообще прям первик вас вот и я уже у меня есть уже две схемы две две планировки на под самую максимальную базу фиата дуката я прям все начертила все там как это будет мне дата мне уже в 3d мне проекция есть вот и я все это абсолютно случайно набрела вот на эту контору которая продает эти прицепы в финляндии залезла на сайт хобби а у них эти мануалы прям свободном доступе можно скачать все и что-то я стала рыться по дилерам смотрю где дилеры да и соответственно дилер такие крупные сервисными центрами там туда сюда и наткнулась на контор турин карс которая финляндии в хельсинки и у них прокатный парк они каждый год его обновляют 3 год прошло они продают автодом то есть у них самый старый автомат трехлетний потому что они ну вот эти представители хобби да то есть там только хобби больше ничего у них нету ты но зато разные модели всякие да то есть там есть чего выбрать и по комплектациям и поэтому ну альковные не альковные там полуэнтегралы интегралы цели металлический прочих скажу у них информацию что у них есть представительство в москве я значит смотрю интересно звоню да есть вот у нас наличие в россии посмотрела я несколько видосов на ютубчике на нашем любимом как прокатные ребята катаются на прокатных автодомах когда вот это вот вот и оп эруина и вот так вот он весь дедный шатаются как они хватать начинают вот эти вот все полочки которые хрупкие маленькие да там когда на кнопочку надо нажимать до чтобы открыл нажал на кнопочку потом открылся без фатизма они начинают дергать выдирать песню я подошли за по незнанию я понимаю что прокатный автодом в россии брать не нужно ребята давайте чего у вас есть на финской площадке давайте будем смотреть там и вот нашли в итоге то что нужно это был 3 автодом который нам предложили то что первый там был вот они готовы с маркизами не нужна маркиза маркиза там есть телевизор короче вот но зато треснутый душевой поддон игра насколько там в прокатном автодом это был треснутый душевой поддон и сколько туда текла вода и что там под полом они говорят но мы поменяем там душевый поддон я говорю не надо поменять мне автодом все и они мне подобрали уже потом а в другом я не помню что тоже мне не понравилось вот и это уже третий был и здесь я уже все как бы да все понравился хорошо я значит оплачиваю перевожу деньги в евро и оплачиваем invoice прям вот ну по счету то есть они мне присылают венцы документы на автодом я значит поэтому европейскому у нас автокод есть да то есть там плачет рублей вся история машину них такая же тем есть только стоит три с половиной евро вот сейчас не помню как называется но есть вот но я значит пробиваю машину я вижу что это да это они что вот вот как бы это директор это вот то и ну вот все как есть то что там и может посмотреть в авариях участвовал не участвовал что все хорошо дай пробег соответственность действительности вот сколько прислали да там на фото видео вот эту ну да все берем и все я оплачиваю invoice и через две недели уже я оплачивала его частями ну не было меня полной суммы потому что я вообще даже в кредит брала часть то есть там было сложно все сложная схема вот пример читами оплачивала когда я оплатила последнюю часть и звонят его максиму который здесь в россии игры всего я бы я все платил к я знаю что оплачиваю последнюю часть через неделю будет питере на таможне и я горючу все у меня будет автодом что тебе делать не ехать питер вот я аня подруги свою игру мы едем в питер и тут мы стали думать как мы поедем в питер поедем ли мы на поезде поедем ли мы там на этом на каршеринге кстати был вариант принципе да почему потому что у них была такая тема перегнать из питера в москву машина бесплатно то есть даже бензин оплачивали за то есть просто перегоню чтобы перегнать машина вернуть назад ну и был такой вариант и был вариант на самолете вот но мы подумали что нам нужен газовый баллон с собой потому что автодом придет пустой без газа баллона и в но это при бома машина дали бы такой шер на конечно на каршере мне не ответили на ту дату который я хотела и они гордачу мы будем ждать садимся поехали мы собаку машины сами прыг туда и поехали в питер приехали на день раньше думали погуляем по питеру ага уставшие приехали уснули весь день проспали проснулись ночью на таможню поехали на таможню приезжаем он стоит родненький такой прям стоит на этом на автовозе я смотрю еще все класс и счастливый обладатель да 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 и все вот так вот автодом семнадцатого года 45000 пробег у него был когда я его забирала и вот тогда он 4380 и плюс еще я до пяти уже дошла панели инверторы там все это гараж переделать просто купить это автодом это просто попробуй довести выдать до автономки да то есть у меня сразу у меня замена газовой системы изначально то есть я поменяла газовый редуктор полностью то есть поставка до контроль с крыш сенсором поставил газа баллоны с мультиклапаном два штуки которые получается один вход и другой выход да и газы получается можно ну бы ему розетку я знаешь звоню ребятам говорю вот так и так хочу вас купить газовую систему вот эту вот сможете поставить поставим там ненадолго и хорошо значит не договорилась забирайте дом еду звоню мы поставим у нас мастер руку сломал вот обставить горшин не сложно объяснить хорошо объяснили все просто есть как всегда же нюанс то есть вот это вот сюда вот это вот сюда вот это вот так вот так да там вообще вот шланги закрутил где там есть прокладочка там без фанатизма до чтобы не вытащить день от прокладочки там дотягиваешь ключом уже там это все поставила все собрала все круто а там же еще и меня и датчики которые эти но дистанционные там же еще и обогрев газовых баллонов и все это надо подключить 12 вольтам вывести электрику через багажник подпитаться проводам которые идут оттуда баллон ты поставить до часа полтора и тут у меня на всю ночь прям я сама тело да вот это сам редуктор вот два выхода два фильтра и отсюда пойдет на два баллона ты крепить на эту штуку будем вот так на крыше сюда четко встает нет у каждого баллона выход вот раз такой же кишинка вон два они уходят на редуктор вот и двух контрол раз а вот это между ними сообщающий сломки из которых заправка вот это будет в розетку вставлено все то есть я сейчас приезжаю на любую газу заправку и оставляю пистолет в розетку и у меня все заправилось это первый момент что я сделал потом поставил солнечные панели 5 солнечных панелей общей сложности 600 ватт то есть там получается три панели по 100 ватт и 2 по 150 три гелевых аккумулятора по 100 ампер часов инвертор на номиналом на 18 в пике 339 и того у меня он там шкафу стоит принтер который спокойно работает все время я пользуюсь феном все знаешь я прям почувствовал знаешь такой удар знаешь по мне такой я пользуюсь и такая у тебя фен не берем сто процентов заряд положено два контроллера у меня два контроллера один на сотке 2 на 100 2 на 150 то есть на каждый контроллер идет по 300 ватт сейчас он показывает мало потому что нету потребности больше больше иначе будет перезаряд аккумуляторов и может печально включать буду так вообще вот я когда чайник включаю я вижу как у меня пятьсот двадцать не выдал сидушки не поворачиваются нет поворачиваться но а спать шеструм там два там два вот это раскладывается стол опускается вниз здесь вот так вот удлиняется сюда сложность так водится матрас вот эти снимается здесь получается длина метр девяносто ширина метр сорок нет а заводская да это заводскую а еще не вытеплый пол полностью на финку сделан был на финский рынок в минус 27 мы жили вообще продаем две машины прицеп и берем и так надо прицеп сдать в аренду дом сдать в аренду квартиру а жить на улице рубить автодом в кредит арендами деньгами закрывать кредит короче ведь останется и дом и прицеп и автодом и через какое-то время просто ну аренда она сама себя купит знаешь ее фишку смотри она путешествует 1 с детьми но супруга нету знаешь почему меня есть супруг он долго конечно ездить но он где он в аренде все все сошлось у меня есть хороший компаньон это моя подруга мы с ней дружим с детства мы с него тоже в одну шкупать на школе учились там у нас мы кучу всего мы с ним вместе работаем очень важно как работаешь в одной команде да но твой доход зависит твоя команда не дай бог кто-то там что-то подведет тоже остальное но все останутся без ничего в этом человек я уверена то есть мы работаем вместе я здесь вообще то есть я бы не решилась на кредит если бы я ну не уверена была бы в своем доходе потому что ну а как по-другому вот и соответственно учитывая то что мы с ним вместе работаем на удаленке у нас есть возможность вместе кататься и 1 все-таки ну страшноватенько то есть вот у нее еще с мамой заболела ее сейчас нету здесь вот и я дальше там тысяч километров в радио все тысячи километров от москвы не уезжаю потому что но приедешь на кавказ куда-нибудь да ну одна девка здесь там с ребенком с собакой чертова знает что там у горных людей забирает то есть непонятно ну не у всех конечно но дураков везде хватает на этих дураков напороться можно и вероятность когда ты одна это намного больше а еще у нас там вот вот тут вот живет собака сейчас да это она это ну да но йод и зайка идет и бусечка спал я не снимаю вместе миша местами экземпляр был пригнан из германии в одиннадцатом году 2011 года 10 лет он здесь мы его купили с реальным пробегом 217 тысяч километров это для грубо говоря для автодома практически ничто то есть ну практически ничто для мерседеса он нам достался в практически в идеальном состоянии мотор миллионник может а и каждый хозяин за ним ухаживал 36 лет и 200 218 час 233 на прошлом году очень активно по путешествовали объехали всю россию начинают наших западных границ чудского озера заканчивая уралом которые проехали с самого севера на юг до оренбурга на солилецка на белом море ладожское онежское озеро границы ленджика то есть россии на машина нас не подводит я чувствую запах пуш сала да я вот я говорю я каждый то есть только недавно залито да или потекло просто нет нет буквально может быть неделя-две назад я его весь проходил вы расход от 12 до 13 литров здесь 3 литровый дизельный движок машина достаточно тяжелая я завершил районе трех тонн вещь как так как это спецкомплектация коробка стоит автомат обычно всех и тут как купе а тут при этом лежанка проход в кабину и мы говорю когда чаще закрываем когда путешествовать просто через кабину ходим туда суда через банальные шкафы и банальный туалет туалет с душем до душ вот ящик который там наверху такой закрытый там бак чистой воды а все все минус на литров и душ тоже делал сам у немцев просто рука моник там был маленький путешествует по кемпинговскому вариант туда езжай до кемпинга может даже души не нужен то есть и сильно помыться это не наш метод нам надо помыть иногда я в окошко просто душу выкидываю если мы в диком месте стоим и даже не в самом палатку не страница да не в самом душ с того года это это заводской автодом 1985 года выпуска делом в германии отелье который занимается производством автодомов спасибо большое спасибо